Ребят, всем привет! Сегодня будем ремонтировать телевизор с плавающей неисправностью. Телевизоры с периодичной неисправностью это очень противные телевизоры и обычно мастера стараются их отложить на закуску. То есть сначала очень легкое или сначала с какой-то четкой неисправностью ремонтируем, а потом уже берем вот эти вещи, потому что очень много времени иногда на них уходит. Итак, испытуемый телевизор говорит нам следующее. У него с прогревом пропадает яркость, при том так скачкообразно. Посмотрите, только что стало ярче, то тускнее встает и при этом самое интересное, что удар он как бы не воздействует ни на что. Ну сейчас просто появится видеосигнал, это я 3MAX этот тестирую после ремонта блока питания. Вот сейчас очень плохая яркость, такое впечатление, что контрастность изменилась. Слабо так видно, довольно очень темно. Но при этом ничего не меняется. Так, чтобы его не заколотить, давайте разберем, пока он еще целый. Да, похоже, что вражеская пуля его одолела. Если бы вот такой вот телевизор одолела вражеская пуля, то ему уже давно бы кирдык пришел. О, кстати, вот совсем темно уже стало. И бывает только так, что только значок видео потом и видно. Когда мы переключаем аудио-видеорежим, больше ничего не видно. То есть пропадает, у нас, можно сказать, гаснет картинка. Что же с этим телевизором? Пайка или конденсатор какой-то? Это нам предстоит узнать. Для того, чтобы это узнать, нужно для начала просто открыть телевизор, сделать чистку от пыли, внешний осмотр, какие-то измерения напряжения, скажем, по питанию. А тогда уже идеи сами в голову придут. А то часто меня спрашивают, вот у меня такой-то телевизор, что мне делать? Ну, нужно телевизор посмотреть, потрогать, понюхать, возможно, даже попробовать на вкус, пыль погонять, там, что-то померить, а потом придёт саму в голову. Вот это и делайте, ребята. Что же дал нам внешний осмотр? Плата вообще предназначена для начинающего. Здесь всё подписано. Вот, например, тюнер у нас здесь находится. Подписано тюнер. Вот у нас блок питания. Пава. Вот у нас усилитель низкой частоты микросхема. Аудио, пожалуйста. Вот у нас текстовый процессор. вот у нас здесь узлы обработки промежуточной частоты IF. Здесь мы можем подключиться к I2C. Вот, пожалуйста. Здесь у нас развертка кадровая, строчная. Всё чики-пики. Обратите внимание, что здесь много всяких SMD элементов, транзисторов и так далее. Это немножко меня расстроило, потому что есть такая вероятность, что возможно где-то плохой контакт SMD элемента. Но, в принципе, сделал беглый осмотр, пришёл к выводу, что пайки здесь идеальные. А вот, пробежавшись ESR-метром, очень даже расстроился. Очень много конденсаторов уже в плохом состоянии. Не в критическом, но в плохом. И вот, среди этих плохих нашёлся вот конденсатор C945 электролитический, который очень плохой. Так, это у нас значит будет множиться на 0,1. Подсоединяемся к этому конденсатору и фиксируем значение 0,3 Ом. Получается. 0,3 Ом. Там стоит конденсатор на 1000 микрофарад 25 Вольт. Это очень и очень плохо. Вот он, этот конденсатор. Поэтому такой конденсатор нужно будет поменять. Подсветим его. Вот он. посмотрим, как дальше после замены этого конденсатора поведёт себя схема. По питанию строчной развертки у нас конденсатор 0 Ом. Здесь у нас по кадровой, по строчной тоже всё по 0 Ом. По питанию в виде усилителя конденсатор 4,7 микрофарада 250 Вольт. Вот он. Он показывает 4 Ома. Это ещё как бы норма. Хотя не факт, что он 4 Ома. Возможно схема частично шунтирует и лучше его выпаять и ещё отдельно проверить. Но в принципе давайте всё-таки поменяем вот этот конденсатор и посмотрим, что дальше. Вот нравится мне здесь много конденсаторов по 25 Вольт 470 микрофарад. Они тоже показывают по 0,3 Ома. Для таких конденсаторов это тоже как бы довольно-таки плохо. 855 микрофарад, но это ещё терпимо. Утечка нормальная 2,6%. Но ESR 0,33 0,32 Ома это очень плохо. Давайте посмотрим, что покажет новый конденсатор. вот значит новый 3 сотки показывает 950 микрофарад, 4 сотки. Не буду ребята вам забивать баки схемой, я тут сам посмотрел, всё очень просто. С блока питания по вторичке идёт 3 питания. Первое это высокое напряжение для питания развертки порядка 120 Вольт. Потом напряжение для питания усилителя низкой частоты микросхемы. И третье напряжение это 16 Вольт для питания всех остальных схем. То есть это и буферный каскад строчной развертки, и стабилизаторы, от которых питаются шины плюс 5 Вольт, плюс 9 Вольт, и остальные элементы схем. Так что ребята из-за этого напряжения как раз могла и контрастность изменяться, и яркость и так далее. Некоторые ребята уже выключили, а некоторые руки потирают, ну вот и всё, конец истории, нет ничего подобного. Почему я говорил, что вот эти телевизоры с периодическими неисправностями очень противны? Потому что каждый раз когда ты что-то сделал, ты должен дождаться или не дождаться того, что было раньше. То есть, ну вот этого изменения яркости. А она есть, стала малозаметная, но тем не менее есть. Ещё как вариант, можно покрутить на ТДКС ручки ускоряющие. Если кто-то перепутает с фокусом, ничего страшного, можно наобум крутить, лучше отвертка, если в рабочем режиме. Ну а как же, как не в рабочем режиме, нужно крутить, смотря при этом на экран. Попробовал я, крутнул, сдвинул с места, поставил немного в другое место, сделал более ярко, но видно, что немножко яркость всё равно меняется. То есть, получается у нас что-то случилось после того, как я погонял пыль, после того, как я подёргал плату, что-то всё-таки случилось, что эта неисправность немного как бы ушла, но тем не менее она есть, и со времени она проявится, и вы упадёте в глазах клиента очень сильно, когда она проявится у него. Ну и и для него это ущерб, и для вас это ущерб. Смотрите, ребята, 101 раз повторяю, что конденсатор проявляет себя с самого начала, и со временем с прогревом схемы прогревается сам неисправный электролитический конденсатор, его параметры улучшаются, и если виноват электролитический конденсатор, то с прогревом в некоторых конденсаторов это неисправность уходит, а тут с прогревом как бы всё хуже и хуже становилось, помните? Поэтому понятно было, что это не электролитический конденсатор, но мы предупредили ещё его одну болезнь, ну а теперь какие идеи? Ну, тот, кто ремонтировал ламповые телевизоры, тот знает, что нужно проверять тракт кинескопа и его цепей, ну, самое первое это панелька кинескопа, помните, недавно я показывал про ремонт видеоусилителя, ну, здесь видеоусилитель на транзисторах, но, тем не менее, поменял микросхему, помните, в одном из последних видео, а неисправность красной полосы опять проявилась, почему? Я разобрал, значит, тогда панельку, а вот здесь она неразборная, здесь только вот эта часть с разрядником снимается, а вот эта часть, увы, неразборная, и придётся эту панельку выпаивать, так вот, там я разобрал, снял пластину пробойную, и всё стало нормально работать, возможно, здесь попало много пыли, и начался где-то пробой, так что придётся нам выпаивать эту панельку, запаивать другую, или разобрать потом эту панельку, убрать пластину, и попытаться запустить с этой панелькой, это как вариант. Эта панелька распаялась в течение минуты, вот она вынутая, но мы не видим, как привычно, обычно в разборной панельке, пластины этой, но я догадываюсь, что эта пластина всё же существует, вот вижу, что здесь нет, видите, внутри там никакого контакта, как в других ламелек, и скорее всего вот это всё пошло по кругу, то есть можно выдернуть вот эту штуку с помощью пассатижей, вымется, ну, не так легко, наверное, пластина по кругу, и я думаю, всё у нас пойдёт. ну вот, собственно, пластина такие вынута, да, поломалась у меня вот здесь перегородочка и вот здесь, ну, здесь не страшно, потому что здесь как раз стоял этот контакт заземляющий, здесь пустая была, я, наверное, сюда вставлю кусочек слюды и на этом как бы всё. Так, нужно будет вернуть вот этот узел на место, вот это всё вот так вот делается до защёлочки, так, неудобно одной рукой, оп, и запаиваем на место, вставляем провод и потом втапливаем этот зажим. Пока что возвращаем на место до того, как провод не вставлен. Ну, так вот. Некоторые ребята, пока не досмотрели до конца, напишут мне, почему вывод, идущий к этой пластине, просто было не удалить и всё либо не отогнуть, не подпаивать, тогда бы тоже пробои прекратились. Но, тут идея в том, что пробои-то не были на заземлённую часть, а пробои были где-то между соседними электродами. И даже не пробои, а микроутечки. Я думаю от старости панелька кинескопа уже подустала, пластик её от нагрева стал давать утечки, либо, возможно, вовнутрь набилась пыль, попала влага, и где-то между соседними электродами на эту пластину происходил пробой. Вообще, зачем эта пластина? Пластина предназначена для того, чтобы при превышении напряжений на электроды кинескопа обычно между соседними происходил пробой на пластину, чтобы пробой не происходил внутри кинескопа, а именно панельки на пластину. Вот функция этой пластины. Так вот, здесь вот этот заземляющий вывод, он даже никуда и не подсоединён был. Посмотрите, здесь должна была быть перемычка, но её нет. Вот, если посмотреть, вот, защёлка, под защёлкой там ничего нет. Видите? анекдот в картинках. Хирург и ассистент начинающий хирург говорит отрезать левую руку. Тюк! Я сказал руку! Тюк! Я сказал левую! Тюк! Вот у нас пациент с одной ногой получился. Чему этот бородатый анекдот? Да так, просто для настроения. Итак, ребята, было бы абсолютно нечестно вам сказать, что после того, как я удалил пластину, всё стало нормально с телевизором. На самом деле, нормально было ещё до удаления пластины. То есть, после замены электролитического конденсатора всё-таки телевизор уже стал работать нормально. Так, а почему же мне померещилось, что интенсивность немного всё-таки изменилась? А нет, ребята, ничего мне не померещилось. Это было на самом деле. Посмотрите внимательно на этот телевизор. И скажите вот так, сразу напишите в комментарии, пока ещё я не рассказал, чем отличается вот этот внешний вид кинескопного телевизора от обычных кинескопных телевизоров. Ну, давайте смотреть. Кнопка выключателя сети есть, есть, пауэр индикатор есть, есть, таймер индикатор есть. на это не смотрим. Окошечко, там должен быть фотоприёмник, потом кнопки, RCA входа для видеосигнала, видеоаудио и выход на наушники. Ну, в принципе, вроде всё стандартно. Да? Нет. Вот это окошечко, оно раз в пять больше, чем обычно. почему? Magic Eye, ребят. Волшебный глаз, датчик освещенности. Данный телевизор имеет режим экономический, то есть, в зависимости от освещенности меняется яркость экрана. Вот в чём разгадка. То есть, изначально, из-за огромных пульсаций, эта схема неправильно отрабатывала и при включении через некоторое время яркость на экране сильно падала. После того, как я заменил электролитический конденсатор, неисправность ушла, но я сам себя обманул. Когда я уходил с мастерской, я оставил телевизор работать, но выключил свет для экономии и когда я выключил свет, я увидел, что экран моргнул и стал слабее показывать. И я подумал, вот, ёлки-палки, неисправность не ушла. И тогда, попозже, я пришёл и вот это вам снял эпизод с заменой, вернее, удалением пластины из панельки кинескопа. Но потом произошло следующее. Я опять решил выключить освещение в мастерской, но не для экономии, а для того, чтобы хорошо видеть, как меняется интенсивность освещения данного кинескопа. И вы знаете, когда я опять выключил и заметил, что опять интенсивность освещения упала, я понял, что это закономерность. Просто, что-то я тогда сразу не додумался пару раз поклацать. я включил свет обратно и кинескоп стал показывать ярче и более контрастно. Я выключил свет, менее контрастно и менее ярко стал кинескоп показывать. И я понял, что просто я тогда уже сам себя обманул после замены электролитического конденсатора, но когда выключил свет. К сожалению, если я продемонстрирую сейчас с выключением света, вы этого не заметите, потому что видеокамера очень чувствительна к внешнему освещению. А вот если я включу телевизор и буду закрывать вот этот датчик освещенности, то при этом яркость освещения будет меняться, что собственно подтвердит мои слова. Смотрите, тускло, ярко, тускло, ярко, тускло, ярко. Ну вот вам то есть решение все-таки было с конденсатором. Никак я вас сегодня не отпущу, значит смотрите, решил я окончательно добить этот телевизор, поставить дополнительную еще запчасть и при этом телевизор встает абсолютно нормальный, такой как и другие телевизоры. Вот этот эко наш фоторезистор, я параллельно ему подпаял резистор номиналом 1 кОм, что у нас при этом будет, значит через этот фоторезистор на базовый делитель транзистора поступает напряжение плюс 5 вольт, при этом транзистор либо открывается в зависимости от освещенности, либо закрывается и соответственно напряжение на процессор поступает либо 5 вольт, либо там низкое напряжение. И соответственно картинка у нас яркая, сочная, насыщенная, либо вялая. Не нравится мне эта вялая картинка, когда мы смотрим телевизор в темноте, поэтому я решил сделать, чтобы картинка была постоянно такая, какую мы ее выставили по параметрам настройках. К сожалению, возможно бы, если был бы пульт, я зашел в сервисный режим и отключил, если там есть такая действительно возможность, вот этот магазинный режим. В магазине экономия нужна, обычно в домашнем режиме экономия не нужна, то есть есть магазины есть домашний режим и вот я бы включил домашний режим и в принципе не пришлось бы паять никаких вот этих резисторов. Но, коль пульт, как всегда, мне не дали, универсальным пультом я подбирал необходимые протоколы, но войти в сервисный режим, там, нажатием дисплея и picture mode у меня не получилось, то я решил обойти с помощью физической пайки, вот эти как бы нюансы. и теперь телевизор показывает супер! Последний тест, он трудный самый. Тестируем, итак, прикладываем пульт к окошечку, хопа, ничего не изменилось. как видите, яркость и контрастность теперь постоянно одинаковые, что, собственно, нам и требовалось сделать. Блин, ребята, а ларчик-то просто открывался, как говорится, в одной пословице, хороша ложка к обеду. Посмотрите внимательно на этот пульт, это родной пульт от этого телевизора. Я попросил товарища, чтобы он подвез мне пульт, потому что мне было интересно. Вот в обычном меню, давайте продемонстрирую, здесь нет возможности вот этот эко-режим где-то отключить. Вот. Пробежался по меню, нет такого. Я думаю, зайду в сервисный режим, а как зайти в сервисный режим, для этого нужно одновременно нажать кнопочку Display и кнопку Picture Mode. И посмотрю, есть ли там возможность отключить этот эко-режим. И знаете, каково было мое удивление, что нельзя. Но самое большое мое удивление было, давайте выйдем, нажав кнопочку Display из сервисных установок, что оказывается на пульте есть эта кнопка. нажимаем цифровой эко-сенсор. Цифровой эко-сенсор выключен. Ёшкин ты кот! Был бы у меня этот пульт сразу же с телевизором, я бы не морочился с 1-кило-омным резистором с паяльником. А пытались настроить, да? Когда я его ремонтирую! Манчер ку** хуинь, хуху. Чао. 5